Всем привет! Сегодня я решила замариновать буженину, чтобы приготовить ее завтра вместе с вами. Я решила это сделать на ночь, потому что в маринаде она должна пролежать не меньше трех часов, а лучше, если она пролежит ночь. Я вот решила сделать это на ночь. Вот такой кусок у меня свиной шеи. Я взяла шею, потому что там внутри все-таки немножечко такие вот жировые прожилочки. И мясо таким образом получится сочным. Но можно взять любую мякоть свиную. Мякоть просто может быть немножко суховатой внутри. Я люблю, когда так чуть-чуть с жирком, но жирок он сочный. Вообще с жирком и шашлык получается сочнее, чем чисто мякоть. Если кто это знает, а если кто не знает, значит будете теперь знать. Что нам для этого понадобится? Помимо куска свинины нам понадобится еще чеснок. Но два крупных чеснока, два крупных зубка я вот порезала вот на такие пласты, чтобы нашпиговать нам мясо. Нужна будет соль, перец, немножко горчицы готовой, хмели-сунели. Ну вот я еще беру приправу для свинины с травами. Я думаю, что эти специи не помешают. Тем более тут буженина как раз-таки нарисована. Я думаю, это подойдет. И красная паприка молотая. Вот такие специи. Мясо должно быть чистым и сухим. Сейчас я сделаю проколы. Так, если мы будем буженину резать потом так, то прокалывать я буду вдоль волокон. Ну вот как-то так, я думаю, лучше. А чеснок вдоль ножа. Я думаю, будет удобнее нам опускать чеснок вдоль ножа. Вообще, честно говоря, буженину я делала лет 20 назад. Очень-очень давно. И в общем-то, очень даже плохо помню, как это делается. Но приблизительно, приблизительно помню. Продолжение следует... чеснок спрячем так чтобы он не выглядывал чеснока можно сделать больше или меньше это уже смотрите как по вашему по вкусу я наверное это все положить кастрюльку чтобы мне было удобно все это посыпать я думаю что для начала надо приготовить смесь я беру адыгейскую соль можно сделать брать любую соль можно простую можно соль с приправами но вот эта соль с травами с приправами и я беру ее потому что она для мяса просто очень хорошо не знаю даже сколько соли нужно но я так вот беру примерно примерно на глазок так перец сюда приправа для свинины паприка делаю все на глаз приблизительно я честно говоря даже не знаю но если просто острова много не надо перемешаем эту смесь теперь я добавлю чуть-чуть растительного масла любого растительного масла это неважно чтобы это все мешалось но теперь примерно половину возьму я на одну сторону намажу надо размазать так чтобы хватило она на всю поверхность чтобы равномерно на всю поверхность хватило может быть кто-то это делает по-другому может быть каждую специю под посыпаете отдельно но я думаю что делает каждая хозяйка по-своему кому как нравится главный результат там где у нас дырочки с чесноком можно туда тоже немножечко пальчиком специи попихать повпихать во все щели куда только можно можно вот эти спицы повтирать можно сказать повтирать вот так вот так выражусь я лучше тирать буду ну все вот мясо я хорошо помяла во все дырочки во все щелочки по засовывала эти специи в общем все хорошо теперь нужно нам добавить сюда немножко горчицы горчицы можно сделать чуть-чуть для пикантности немножко смазать в общем горчицы где-то наверно может быть ну одну полную 2 2 чайные ложки одну или 2 чайные ложки я думаю так примерно и так вот чуть-чуть ее помазать со всех сторон также немножечко ее помять немножко распределить равномерно на поверхности на всей ну вот и все все мясо наше готово для марин для маринада теперь я закрою крышкой уберу на ночь в холодильник а завтра уже достанем и будем смотреть как дальше будем выпекать буженину я достала из холодильника она уже два часа у меня стоит в комнате теперь я подготовлю фольгу фольгу я буду брать два слоя закрутим немножечко края выложим наше мясо сюда сверху накроем также фольгой буженый 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 больше подсказывает в боб Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот и все, теперь я поставлю ее в духовку Поставлю сначала на 160 градусов, минут на 20, чтобы она прогрелась Потом полтора часа поставлю на 180 градусов Прошло уже достаточно времени После того, как 180 градусов, полтора часа у меня запекалось Потом я снизила еще на 15 минут на 160 градусов И еще уже прошло полчаса После того, как я выключила печку, оно еще постояло в духовке В общем, я думаю, времени предостаточно И должно быть это все уже готово Но мы сейчас посмотрим, попробуем Так, я вижу там бульончик Вот такая буженинка симпатичная Я вижу бульончик Так, сейчас надо проткнуть ножиком Проткнем ножиком Чтобы увидеть, внутри пропеклось Так, ну если бы розовый бульон вытекал То оно бы еще было бы не пропеченное Но я думаю, в принципе, все равно достаточно времени Оно пробыло уже в духовке Поэтому сейчас лишний бульон мы сольем И дадим ему остыть И уже когда она остынет полностью Потом только буду пробовать Ну вот, наконец-таки, наша буженина остыла Я ее выдержала в холодильнике полтора часа И сейчас уже я ее открою Хочу посмотреть Вот она такая вот остывшая Так выглядит Ну и теперь хочется мне ее отрезать И посмотреть Вот какая симпатичная Уже не терпится попробовать Все, она у нас полностью приготовилась Пропеклась хорошо Вот такая красивая буженина получилась у нас Вот я ее порезала Она вся пропеклась Вот такая замечательная Я ее попробовала Она сочная Просто вкуснятина Ну вот, наконец-таки, я дождалась Чтобы буженина остыла Вообще, на нее ушло очень много времени Я начала ее вчера еще вечером Замариновала на ночь Потом она днем готовилась И потом она остывала еще долго И, в общем, получилась такая Красивущая И сочная И вкусная В общем Вот я не знаю, вам видно или нет Я пока ее резала Кусочек уже в рот положила И поела Попробовала Нереально вкусная Просто классная Сейчас я прям сделаю бутерброды И поем В общем, что я хочу сказать Какие нюансики, если что Так как это кусок большой У меня кусок где-то Килограмм 300 Вот так вот А потом он лежал в холодильнике Ночь Поэтому я, когда достала с холодильника Он в комнатной температуре полежал Сначала Где-то часа два, наверное Потом на низких температурах Я начала В духовку я поставила в холодную Потом включила 160 градусов И она где-то стояла там Минут 20-30 То есть она должна медленно нагреться И прогреться внутри Потом уже процесс выпекания Полтора часа Но так как большой кусок Поэтому я уже сразу полтора часа Поставила на 180 градусов И потом еще убавила Опять на 160 градусов И еще минут 15-20 Там она продолжает запекаться Потом выключаем духовку Она еще там продолжает стоять То есть она как бы медленно-медленно То она медленно набирала температуру Потом она медленно остывает В общем, постояла она уже в духовке выключенной Потом я поставила ее на столе Она на столе еще остывала В общем, до тех пор, пока не остыла Уже до теплого И потом я поставила в холодильник Чтобы она охладилась И полтора часа поставила в холодильнике В общем, целый день это все дело ушло Но я не жалею Я буженину давно уже хотела приготовить У меня все время до этого не доходили руки И тут я уже все-таки запланировала И приготовила вместе с вами Хочу вам сказать, попробуйте Классно Это лучше, чем колбаса в магазине Это своими руками сделано Здесь чистое мясо Никаких добавок, никакой химии И у кого правильное питание У кого раздельное питание Вообще, конечно, буженину Делать для себя вместо колбасы Кушать ее И можно как холодную закуску И можно ее с гарниром съесть С каким-то салатом В общем, я думаю, что, конечно Почаще бы ее готовить Было бы здорово Ну, на этом я хочу свое видео закончить Всем, кому мое видео понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok